Здравствуйте, уважаемые мамочки и папочки! Здравствуйте, бабушки и дедушки! Здравствуйте, конечно же, уважаемые наши замечательные ребята! Именно к вам хочу сегодня адресовать мое сегодняшнее приветствие, потому что тема нашего сегодняшнего эфира посвящена, собственно говоря, детям, лучшие детям. Универсальный формат, как всегда, в 13.05 приветствует вас из студии. Конечно же, работаем мы в прямом эфире. Напоминаю, телефон 202-11-22. Это телефон создан для того, чтобы вы, собственно говоря, к нам дозвонились, задали какой-нибудь интересный свой вопрос, ну, не знаю, передали привет, и, быть может, кого-нибудь узнаете сегодня среди наших гостей. Ну и, конечно же, привет, поздравления нашим телезрителям. Все это тоже мы принимаем. 202-11-22. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Потому что сегодня, собственно говоря, говорим о детях. О них, наверное, можно говорить бесконечно. Действительно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым умным, самым красивым, самым счастливым. Вот как раз сегодня. И будем об этом разговаривать, будем узнавать секрет счастья своего чада. Итак, я вам представляю, собственно говоря, сегодняшних наших гостей. К нам заглянули в гости представители Центра образования и воспитания Любознайки. Ну и поименно, конечно же, всех сейчас вам представлю. Это Марина Васильевна Апанасенко, создатель и руководитель Центра Любознайки. С огромными каким-то достижениями, я думаю, вы нам об этом расскажете. Да, то, что вы у нас и преподаватель, и врач, и психолог, и автор программы, которая действительно успела какие-то свои уже плюсы принести, какие-то свои интересные результаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядышком расположилась, ну, буду так вот по порядку всех называть, рядышком расположилась, собственно говоря, Олеся и ее замечательная дочка Камиля. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас мама воспитанница, собственно говоря. Камиля у нас, собственно говоря, сама воспитанница. Любознайка маленькая, правильно? Да. Привет. Будешь здороваться с нами и с телезрителями? Привет. Вот, отлично, привет. Что ж, ну и следом сидит у нас Мария Георгиевна Эдельнарт, методиста Центра образования и воспитателей Любознайки и преподаватель, собственно говоря, один из авторов программы, о которой сегодня, собственно говоря, немножечко поговорим. Ну, первый мой вопрос такой, то, что каждый родитель, наверное, когда рождается ребенком, он заботится, чтобы он был сыт, чтобы он был здоров, чтобы он был одет, красиво выглядел, но вот как-то позаботиться о воспитании, об образовании, он забывает, начинает слишком поздно, ближе к школе. Правильно ли это? Вообще, с какого возраста нужно подходить к такому вопросу, как образование и воспитание своего чада? Опираясь на свой опыт и на опыт мировой педагогики, мы пришли к выводу, что необходимо начинать с ребенком заниматься, конечно, вообще еще долго, задолго до его рождения, поставить уже перед собой цель воспитания и образования ребенка, формирование его как личности. Но если ребенок уже родился, то с ним необходимо начинать заниматься как можно раньше. Всего несколько месяцев от рода ребенку, и он уже готов воспринимать, он уже готов обучаться, он готов изучать, но родители еще об этом не знают. Они думают, что ему нужно достаточно поспать, ему нужно погулять. Это все замечательно, это все нужно, но ребенок готов воспринимать информацию, и благодаря тому, что ему предоставляется возможность воспринимать информацию, у него идет развитие мозга, который в дальнейшем формирует мышление ребенка. То есть таким образом. Поэтому, когда родители не знают, чем нужно заняться ребенком, нужно обращаться к мировому опыту, причем положительному опыту. И у нас накоплен огромный опыт. Мы, в общем-то, работаем с 2001 года. Работаем вот по этой системе, формируем ее шаг за шагом, благодаря тем родителям, которые приходят, выстраивается такой вот просто бесценный совершенно опыт. Ну, мы, лично мы знаем, что Любознайки работают по такой программе, как ТРИС-педагогика. Сейчас более-менее начинают знакомиться с этим понятием, но кто-то еще до конца не понимает, что это такое, с чем его едят. Расскажите, пожалуйста, именно о ТРИС-программе, ТРИС-педагогике. Ну, я думаю, что ТРИС — это теория решения изобретательских задач. И Генрих Саульович Альтшулер, родначальник ТРИС, он, так сказать, это все привел в такую систему, которая состоит из законов или правил, методов, благодаря которым развивается любая система. Его внимание было направлено на развитие технических систем, и это привело к таким просто великолепным результатам. То есть стали видны ошибки технических систем, так сказать, наибольшая эффективность этих технических систем, если их исправить, если все пройти по методам. Но я думаю, вот Мария Георгиевна у нас методист, она у нас... Ну, теория решения изобретательских задач, сама как наука, в общем-то, не... Ну, ей не так много времени еще, но тем не менее она успела найти свое применение не только в плане изобретательства, рационализаторства, как это было, там, скажем, 50 лет тому назад, но и успела проникнуть во все сферы нашей жизни и коснулась, ну, и бизнеса, и социальных сфер, и педагогики, разумеется, в том числе. И поэтому мы, наши преподаватели, являются сертифицированными специалистами по ТРИС. У нас есть сертификаты. У нас есть, да, фотографии, которые подтверждают, собственно говоря, слова, сертификаты, которые получили ваши специалисты. Давайте сейчас посмотрим, вы пока рассказываете. Да, то есть все преподаватели у нас являются сертифицированными специалистами по развитию творческого воображения РТВ и теории решения изобретательских задач ТРИС. И когда мы создавали уже свою программу, авторскую программу, мы, конечно, опирались на ТРИСовский подход, на то, что уже накопила ТРИС-педагогика и ТРИС в целом. И поэтому наша программа, ну, она является системой, благодаря ТРИСовскому подходу, она является системой, все разделы этой программы взаимосвязаны между собой и являются дополнением. То есть нельзя сказать, что мы занимаемся только в одном направлении или только в другом. Благодаря тому, что мы в комплекте, наши детки занимаются в комплекте по всем вот этим основным направлениям, они получают тот результат, к которому мы идем. То есть они развивают речь, развивают мышление, воображение и научаются учиться. То есть они обучаются тому, чтобы учиться самостоятельно, прививаются к этому любовь и умения. Ну, я понимаю, что вы создали авторскую программу. А кто-то, может быть, помог, кто-то наставил вообще на такой пути? Кто помог развить авторскую программу? Ну, у нас вообще на нашем пути встретились, наверное, самые лучшие учителя и педагоги, которым мы очень благодарны за то, что они нас к этому привели. Но чтобы сложить нашу систему, в первую очередь мы благодарны президенту Российской Ассоциации ТРИСКИ, Слову Александру Васильевичу, потому что как-то о ТРИЗе мы уже знали, но что это настолько эффективно, что это настолько результативно, мы поняли только, когда познакомились с теми раскладками. И когда мы сдали экзамен, у нас как будто вообще просто мир перевернулся. Мы увидели, что всё оказывается очень просто. Нужно ребёнка освободить от процессов чего-нибудь поделывания. Потому что многие говорят, что нужно хорошо бы с ребёнком прессовать, хорошо бы с ребёнком поскладывать пазлы, хорошо бы с ребёнком ещё что-то поделать. Но на самом деле это хорошо, но это не является той образовательной системой, которая в конечном итоге приведёт ребёнка к результату. А результат – это развитие речи мышления. Потому что если у ребёнка не развито мышление, то ему очень трудно обучаться, потому что ему предстоит очень много материала обрабатывать, понимать очень много, слушать, смотреть, изучать. И если он это делать не умеет к школьному возрасту, то ему становится очень трудно. И родители начинают пожинать плоды своих бездействий или малодействий, или незнания того, как нужно поступать. Очень часто мы встречаемся с тем, что ребёнок, допустим, по своей организации, например, его ведущий канал восприятия – кинестетик. Или он визуал, или аудиал. И каждому нужен свой подход, каждому нужен свой ключ. Но дети, они же не знают, кто они. И только родители могут разглядеть, увидеть и понять. Но, конечно же, с помощью специалистов, которые… То есть у нас такой тройственный союз – педагог, мама и ребёнок. И это даёт такую эффективность. То есть просто в десятку, понимаете, занятия, проходящие у нас раз в неделю, даёт возможность вдохновить родителей, дать им систему, настроить их, дать очередное домашнее задание. И дома они уже готовятся в зависимости от того, как они могут. Потому что кто-то ходит в садик, кому-то удобнее заниматься до обеда, кому-то после обеда. И поэтому здесь совершенно индивидуальный подход. И самое главное – мама научается преподавать своему ребёнку. То есть она просто становится фактически преподавателем для своего ребёнка. Не только верным другом, подругой, но и педагогом. И другом, потому что они становятся как одно целое. У мамы снимаются претензии к ребёнку. Мама понимает, что вот ребёнок с этим пока не справится. Но шаг за шагом педагог всё время ставит сверхзадачу для того, чтобы ребёнок туда был нацелен и направлен. И в результате, ну, результаты нас просто самих, мы сначала просто каждому результату были рады, счастливы. А теперь уже просто констатируем факт. Давайте как раз сейчас и проверим какие-то результаты. Коля, к нам пришли замечательные девушки. Камил, ну скажи, пожалуйста, тебе нравится в центре заниматься? Да. Нравится. А ты что-нибудь сегодня можешь нам, Камилу, что-нибудь рассказать? Какое-нибудь стихотворение, либо рассказ? Может рассказ рассказать. Сможешь? Давай. О, вот так вот встать, конечно. В камеру, пожалуйста. Прямо. Голубой месяц март, голубое небо, голубые снега, на снегах тени, как синие молнии. Голубая даль, голубые льды, голубые на снегу следы, голубые перелески, голубые канавы, первые были голубые лужи и последние голубые сосульки, а на горизонте синие полоска далекого леса. Весь мир голубой, в марте горят снега, все усыпано солнечно-иссекающей пылью, свинное сияние обжигает лицо. На матовском сфоте дожди левзи загорает, Тоткие ветви берез стадуются брозовыми, а застли ольхи лиловыми. Днем на солнце копель, ночью злоткий мороз, а на рассвете морозный пар, белые березы седуют дымки, как будто этот пар от тепла и дыхания, как будто березы дышат, молот голубой на дворе. Боя красотца и полосатых стегов, зиме конец весне начала. Замечательно, спасибо, браво тебе. Зиме конец весне начала, хочется, хочется уже поскорее, чтобы эти слова стали правдой. Младия, сколько тебе лет? Четыре. Четыре. А когда пять? Летом. Летом, хорошо. Любишь лето? Да. Уже хочется поскорее солнышко, скажи. Олеся, хочется к вам обратиться, как к маме, с какого возраста начали заниматься, с какого возраста такие результаты? Ну, мы пришли в Центр Любознаки, когда нам был год и семь. Сначала мы занимались вот у Марины Васильевны, в группе для малышей, потом подросли и перешли в группу к Марии Георгиевне. Сейчас могу сказать, что мы занимаемся уже три года и очень довольны результатами, и очень интересно наблюдать за результатами и достижениями нашей дочки. Она сейчас умеет у нас считать, читать, складывать трехзначные числа, умеет, речь ее стала более развитой и четкой. Также расширился кругозор, изучаем мы окружающий мир, и вот рассказываем рассказы, пересказываем стихи и учим разные песни, поем. Слушайте, ну такое весомое, весомое такое произведение. Как долго учили, как долго зубрили. Ну я не могу сказать, что мы зубрили сейчас. Вот именно, хочется вот на это обратить внимание. Мы смотрим у нас в виде дисков презентации, и вот она посмотрела примерно раза четыре, и она уже начала сама пересказывать рассказ. У нас как раз есть фотографии дисков, которые помогают развить речи, которые помогают как-то, не знаю, красиво, с выражением рассказывать. Ну я вот прокомментирую, хочу сказать, что целый как бы спектр. Здесь и песни, потому что песня очень помогает хорошо развивать речь. Здесь и учимся у природы. Это музыка, которая рассмотрена и расслышана как природное явление. То есть это вообще уникальный совершенно диск. А развиваем речь — это первый самый учебник, который мы называем «Логопед на столе». Он состоит из попевок, из чистоговорок, из рифмовок, из чистых звуков. Добрые стихи. Здесь отобраны такие стихи, которые содержат образы. Это очень важно, чтобы ребенок понимал, о чем идет речь. Как-то пришел один папа и говорит, «Я только у вас в центре понял, что такое Петька Забияка». Когда он слушал там «И Петька Забияка». Он говорит, «Я всегда думал, что это драчливый мальчишка». То есть у меня всегда было. А ему 40 лет. Он говорит, «Я прожил 40 лет и только сейчас понял, что это петушок». То есть какие-то вещи. Вот сейчас Камила, она рассказывала, она понимала, о чем идет речь. Потому что все эти образы, они были перед ней. И она их, так как уже у нее тренированная память, внимание, она уже это легко воспринимает, и ей не нужно готовиться долго. То есть опять же это не зубрежка, мы повторяем. Нет, нет. Когда-то учили в школе зазубрить и все. С любого момента можно остановить ребенка и попросить рассказать. Объяснить, что это. Объяснить, а что это такое. Потому что мы обязательно обращаем внимание родителей на то, чтобы они объясняли детям непонятные им явления. Тогда, встретившись снова в каком-то тексте, с этим ребенок легко будет с этим справляться. Ну вот мы сейчас смотрим еще диски, которые остались. Это «Веселые песни». «Веселые песни», «Учимся рассказывать». Дети просто обожают. Вот родители говорят, что мы, говорит, ставим «Веселые песни», и они у нас вот сутками. Говорит, мы уже просто не можем. Потому что, ну, песен там где-то, может быть, 80. Говорит, мы уже просто все их знаем наизусть. Соответственно... А детям нравится. А детям нравится. Дети любят повторять и повторяться. Во-первых, они видят, о чем там идет речь. Во-вторых, песни там отобраны очень высокого качества. И благодаря тому, что они высокого качества, как-то одна мама рассказывала, что у них такой был случай. Они поставили диск и все время его прослушивали на даче. И услышали соседи. Они пришли и восхитились. Они говорят, боже мой, просто до слез. Вот где вы взяли такие песни? Хорошие, душевные, замечательные. Да, такие душевные. Хочется обратиться еще к Олесе. Как часто приходите в Центр Любознайки? Какое вы время вообще посещаете? Ну, мы посещаем, один раз в неделю приходим, и нам дают задания. И в течение недели, то есть я могу сказать, что 90% работы это мама и ребенка дома. То есть мы занимаемся... Занимаемся мы, ну, не всегда получается каждый день. Иногда даже двигаясь в автомобиле, вот мы берем с собой диск и можем посмотреть презентацию. А так мы уделяем, ну, в день минут 30-40. То есть и уделяем у нас программа занятий, можно сказать, на неделю мы готовим и занимаемся развитием воображения, развитием речи. Ну, с удовольствием занимается? Конечно, она сама может... Сейчас она, тем более, она уже подросла, она сама может и включить диск и посмотреть стихотворение, рассказ, что ей интересно. Слушайте, ну, то, что к пяти годам умеет читать, любит, самое главное, заниматься, это уже хорошо. У нас есть несколько видеофрагментов развития речи, и действительно это доказывает, что пять лет – это не предел. Надо чем раньше, тем лучше развиваться, как вы уже говорили вначале, что можно... Давайте посмотрим как раз с вами, да, фрагменты видео, видеорядов замечательных. Вот, пожалуйста, мы видим, в общем, малыш. Семь месяцев. Семь месяцев, но что-то уже пытается понять. Она говорит свое имя, я попросила ее... Говорит свое имя. Она говорит свое имя. Вот на этом... А на этом, значит, здесь у нас Саша Пятница, ему три месяца, он начал заниматься буквально с рождения по нашей программе, и с удовольствием изучая базу знаний о мире, он на нее вот так вот реагирует просто бурно. Мама говорит, что это, говорит, удивительно, говорит, что только инструменты его повергают... А мама готова, да. Замечательно. То есть уже с раннего возраста три месяца, но уже показывает какие-то... Интерес, понимаете, огромный интерес у ребенка к миру, к тому, чтобы его познавать. Слушайте, ну, давайте немножко раскроем секрет, то, что как раз Саша чуть подросший, появится на студии совсем скоро. Я предлагаю посмотреть видеосюжет. Приезжали мы к вам, смотрели на ваши занятия, были у вас в замечательном, ярком, уютном помещении. Давайте посмотрим и вернемся в студию. Сколько будет 2 плюс 2, эти малыши узнали, еще будучи грудничками. В 4 года они берутся за расчеты посерьезнее. Складывают и вычитают трехзначные числа. Да и поэзией увлекаются тоже не по-детски. Говорит, он ветер свищет, и бачка гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья он бежит. Ответы на все свои 100 тысяч «почему» малышей учат находить в Центре образования и воспитания любознайки. Играючи дети учатся грамотно мыслить и говорить. Чтобы ребенок умел договориться, донести свою мысль, объяснить, что он хочет и почему он так хочет, отстоять свою точку зрения не с помощью силы, а с помощью разума, речи, мышления. Преподаватели Центра разработали уникальную авторскую программу образования ребенка с самого рождения и до семи лет. Методика основана на теории решений изобретательских задач. Вся программа представлена вот в таких дисках-учебниках. Она дома за мной бегает с дисками, типа, мам, давай заниматься. Не я за ней, давай заниматься, давай учить. Нет, а она меня просит. Потому что ей это очень нравится. То есть самое главное, то, что прививается любовь к обучению. Занятия проходят вместе с родителями в группе максимум из четырех человек, что позволяет обеспечить практически индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждому родителю. Родители зажигаются. Материнство и отцовство, оно становится в радость. Потому что понимаешь, на каком языке говорит ребенок, на каком языке с ним общаться и куда его вести. А некоторые мамы обучаются, переходят в разряд преподавателей и помогают уже другим детям добиваться таких же впечатляющих результатов. У них появляется какая-то такая уверенность в себе. У них нет страха перед ошибкой. Они уверены в том, что они смогут все, что бы они не захотели. В атмосфере полного доверия раскрываются интеллектуальные и творческие способности ребенка. Солнышко на дворе, а садут копинка, сладкая ты моя, яблотка малинка. Лучшее детям. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Я напоминаю, наш прямой телефон 202-11-22. Звоните, мы в прямом эфире с радостью ответим на ваши вопросы. Ну, собственно говоря, сегодня мы так объективно все освещаем, все темы, то, что думаю, вам уже и так все понятно, все ясно. Сегодня Центр Любознайки у нас в эфире. Ну и, собственно говоря, небольшая замена произошла. У нас появилась Татьяна с замечательным сыном Александром. Александр, Александр, привет! Привет! Расскажи про себя, сколько тебе лет? Четыре года уже. Четыре года уже. Слушайте, как говорит-то. Хорошо. Четыре года. Что такое принес? Расскажи нам. Что это за кубики у тебя? Это не кубики. А что это? Это фигурки мы вырезали. Фигурки вырезали? А ты знаешь, что это за фигуры? Да. Ну расскажи нам, поделись. Вот синяя, что это за фигурка, которая вот там у тебя лежит? Это прямоугольник. Прямоугольник. А еще что? Треугольник есть у тебя? Да, вот. А это у тебя получился треугольник. Да. Какая прелесть. Слушайте, замечательно. Ну расскажите, Татьяна, о вашем сыне. С какого возраста? Ну мы видели его совсем-совсем малюткой, что тогда он уже, в принципе, давал большие надежды, большие результаты. Сейчас говорит, как, не знаю, мне кажется, станет каким-нибудь таким официальным лицом 100%. Александр, 4 года. Александр, 4 года, да. Заниматься мы начали с рождения, поскольку с любознайками у нас давняя дружба, еще со старшими детьми. Мы общались, воспитывались. Вот, и поэтому сейчас, конечно, он уже демонстрирует большие успехи. И в чтении читать он умеет, считает он до 100. Складывает он в пределах десятка. У него, как говорит Мария Георгиевна, большой объем оперативной памяти. То есть вы этого ему покажете, да? Он вам без пересчета скажет, что это 5, да? А вот это 3. Он не будет пересчитывать, он видит это. Вот. Что еще? Ну, стихотворение, от Камилы он не отстает, за 3 предъявления он выучит стихотворение небольшое. Ну, 4 стихи, 3-4, он его выучит. Небольшое. Небольшое. 3-4-4. Ну, для нас 3-4 это небольшое. Это небольшое, да. Это небольшое вообще, конечно, действительно. Сейчас бы вспомнить школьные программы, что-нибудь на одном. Только сейчас вот мы из сада, и там спасибо вам большое. Я говорю, за что? Он рассказал мороз и солнце. Проняло человека до глубины души. Вот Пушкин, за Пушкина спасибо. То есть он не просто рассказывает, он рассказывает с пониманием. Да, про чувства, но очень рассказывает. Ну, многие жалуются, родители, то, что действительно до школьного возраста, да и в школе нет такой оперативной памяти, как вы сказали, да, что действительно память страдает. Вроде бы пытаются заучить, вроде бы пытаются что-то выучить, но на завтра забывают. У вас есть какие-то специальные упражнения, которые, скажем так, развивают память? Вообще вся программа наша, она направлена на то, чтобы развивать ребенка. И в том числе оперативную память, в том числе, потому что это не одно из самых главных, но это тоже очень главный момент. И дело в том, что, когда ребенок рождается, то родители не ставят перед собой задачу, чтобы его развивать, они ставят задачу, чтобы за ним просто ухаживать. И когда ребенок подрастает, то родителям жалко, что вот он еще маленький, мы лишаем его детства, есть такая вот фраза. И в результате, когда он не лишенный детства, подходит к школьному возрасту, он привык играть, у него есть планшеты, телефоны, он просмотрел очень много мультфильмов, он умеет играть очень во многие игры. Но самого главного он не умеет. Он не умеет учиться. И вот здесь вот как раз родители, они режиссеры жизни своего ребенка, только режиссеры-постановщики, только они могут это увидеть и узнать, если они это захотят. А если они обратятся к нам, то мы им в этом совершенно можем помочь. Причем любого уровня ребенок, даже с отставаниями в развитии, даже ребенок с высоким интеллектом рожденный, все равно он нуждается в том, чтобы его вести, чтобы у него была система. Мы с вами видим еще одни диски, давайте как-то их прокомментируем. Может быть, Мария Георгина? Ну, для того, чтобы у ребенка образовалась, как бы развилась грамотная речь, ему нужно сформировать базу образов, на которые будет этот ребенок опираться. Потому что, чтобы он понимал, о чем идет речь, поэтому должен представлять себе тот или иной объект. Именно на это направлен наш курс по знакомству с окружающим миром, мир вокруг меня. И вот те диски, которые вы сейчас видите на экране, они как раз и входят в этот раздел, в этот обучающий курс. Ну, поскольку мы не даем специальных упражнений на развитие памяти, потому что в этом нет необходимости. Просто если ребенок понимает, о чем идет речь, если у ребенка есть навык работы с информацией, то ему не нужно специально заучивать и зазубривать, да? И поэтому специальных упражнений для развития памяти у нас нет. Но мы, и знакомясь с окружающим миром, знакомясь с материалами по развитию речи, по развитию воображения, по развитию мышления, ребенок в каждом из этих упражнений развивает и память, и речь, и раздвигает... Да, пожалуйста, Татьяна, как, собственно говоря, мама, которая видит результаты. Потому что я вот тут похвасталась, это умеет, то умеет, но я считаю, что это не главное, понимаете? Главное то, что все эти вот умения достигнутые, они не отбили у человека желание учиться, а наоборот привили, развили его. Вот что главное. Нет, стоп, не это главное. Главное вообще то, что этот мальчик растет очень позитивно, с очень конструктивным поведением. С ним можно всегда обо всем договориться легко. Он понимает какие-то причинно-следственные связи, он понимает, что без одного не случится другого. Вот это, пожалуй, главное. Это человечность вот эта вот. Самое главное, что он был действительно хорошим человеком, в первую очередь. И Марина Васильевна в этом очень помогает вместе со своей программой. Ну мы видим, Саша нам все строит, и строит новые фигуры. Хотя фантазия не заканчивается. Что-то он нам перебирает, переделывает. Да, Александр? Да. Какие фигуры у тебя получается? Назови нам. Параллелограммы. Сразу, да? Слушайте, ну это действительно очень интересно. Хорошо, но мы поняли то, что действительно мышлению, мышлению именно, уделяется в любознайках особое внимание. Умение... Речи. Речи. Да, речи, мышление. Формирование речи, мышление на базе вот всей программы. Понимаете, вся программа, она как бусы, которые состоят из каких-то отделов. Вот, и все они вместе начинают работать как система. Но я понимаю, что есть и творческая же какая-то стезя, что делать какие-то и поделки, и рисунки. Вы знаете, у нас родители настолько творческие люди, настолько мы даем творческие задания, и они совместно с детьми учатся делать эти поделки. Давайте посмотрим как раз, какие поделки получаются, какие рисунки. А мы пока продолжаем, собственно говоря. Да, то есть... Ой, какая красота! То есть дается задание... Что это такое, Саш? Что показано на экране? Рыбка какая-то? Да. Какая-то рыбка. Хорошо. То есть, допустим, во-первых, наша задача, чтобы у ребенка были развиты все анализаторы. Все каналы восприятия. Да, все каналы восприятия, вот, чтобы он их задействовал с самого раннего детства, и затем мог ими пользоваться. И даются творческие задания, где, например, перечисляется, например, цвет, состояние поверхности, запах и вкус. И из этих составляющих нужно сделать творческую поделку. И родители вместе с детьми, вот это вот поделка, вот это вот поделки детей, которым только исполнился недавно год. Обратите внимание, что там есть цветочки, которые сделаны мамой, и есть цветочки уже, которые сделаны ребенком, которому год и два. То есть год и два, понимаете? Год и два месяца. Обалдеть. Нет, мы, наверное, не понимаем еще до конца, наверное, не осознаем, что год и два – это очень-очень мало. Это очень-очень много. Казалось бы, но... Вот, пожалуйста, такие интересные у нас получаются картинки, поделки. Ну, я понимаю, что, действительно, самое главное – это караслогическое мышление, которое взаимосвязь с предметами, это все есть... То есть оно выстраивается. Как вы сказали, если человек понимает, а это человек, это личность, если человек понимает, о чем идет речь, то все легко и получается, собственно говоря. Мы знаем то, что... Ну, мы видели уже и по видео, я предлагаю посмотреть как раз... Есть у нас такая папка с фотографиями, как «Логическая связь» называется. Ну, там очень хорошо, красиво изображено, насколько хорошая техника, насколько интерактивные доски у вас есть присутствуют. Да, иногда у нас есть. Потому что это не просто какие-то такие методы на бумаге, но и есть... Да, то есть ребенок складывает интерактивно. Вообще, я хочу сказать, что не только с помощью интерактивного оборудования у нас другая цель, чтобы они это все применили в жизни. И они все это видят в жизни абсолютно. То есть они видят, что мир, который построил человек, он вообще геометричен. Мир, который природный, он тоже имеет какую-то геометрию, те же самые линии, кривые, там, ломанные, вот, там, точки и так далее, да? Вот. То есть дети очень легко пользуются вот этими задачами, их решают. Вот здесь вот, видите, Катя решает точные задачи. Мама семьи, значит, ребенка, который в седьмом классе говорит, я вам так благодарна за вот эти точные задачи, а это, значит, как они выглядят, то есть это две оси координат, и нужно найти по... По координатам. По координатам точку. И она говорит, благодаря вашим задачам, мой ребенок, который в седьмом классе, он не мог никак решить, вот, решать вот эти задачи. Ему очень быстро в школе объяснили, и все. И дальше он вот затупил. Но он прорешал все задачи, которые там есть, там есть очень простые и очень-очень сложные. Все, она говорит, он понял. Хорошо. Как раз о школе. Ну, многие, наверное, родители озадачены тем, чтобы перед поступлением в школу уже умел считать, писать. Вот с этим справляетесь, с этими задачами? Да, конечно, обязательно, потому что грамотный, вернее, развитый человек, он должен обладать различными способами восприятия и обработки информации. Это не только чтение обязательно, ребенок должен уметь читать, но он должен еще и уметь изложить свои мысли. Поэтому мы, конечно, обучаем их писать. А есть видео у нас, как, собственно говоря, ваши воспитанники считают. Давайте посмотрим, как они расправляются с математикой. С математикой, собственно говоря. Ну и будем комментировать. Вот сколько лет девочки прекрасной. Ух ты, какие там цифры. Здесь ей 4,5 года. И она уже, да, это Аленка. И уже она складывает трехзначные числа. Складывает трехзначные числа. Не знаю, слышен ли звук, но там, если вы что-то видели. Да, она абсолютно считает в уме. 13. Конечно. Три пишем, один в уме и так далее. Да, потому что, понимаете, математика, мы занимаемся математикой не для того, чтобы научить их складывать. Или там, чтобы в школе тому было проще, или еще что-то. Нет. Сложение – это тоже развитие воображения. Понимаете, когда мы говорим, что складываем в уме, это значит, что мы пользуемся своим воображением. Поэтому математика – это часть курса развития воображения всего-навсего. Плюс немного логики. Ну вот Ксюша здесь вот вычитает. Да, Ксюша вычитает. Причем они очень любят не только трехзначные числа, но и четырех, и пяти, и шестизначные. Потому что какая им уже разница, если они научились трехзначные числа с номером? Ну, в линии просто неинтересно считать. Допустим, 13 минус 6 – это неинтересно. А когда мы делаем трехзначные числа с столбиком, вот чувствуешь себя уже значимым, что ты можешь уже «Ого!». Читают. С какого возраста, собственно говоря? Ну, читают они, начиная с самого раннего возраста, потому что чтение, как только ребенок приходит в наш центр, в любом возрасте включается сразу, и начинают они читать осмысленным чтением, то есть они понимают смысл слов. Не из букв складывают слова, а уже понимают целым словом в основе нашего подхода, домановский подход, но уже доработанный с тем, чтобы у ребенка развивался и фонетический слух, чтобы ребенок уже мог написать свое. Видео давайте посмотрим, как, собственно говоря, читает ребенок. То есть сначала они… Мама корбит малыша. Вот Катюшке здесь 2,5, по-моему. Ну, 2,4, по-моему. Да, около 2,5 лет. Вот здесь вот уже дети собирают предложения. Из отдельных слов. Слушайте, ну опять же, мне кажется, такие технические, техническое оборудование, оно помогает втянуться в игру, потому что это действительно какая-то такая игра. Играть, но в игре познавать… Но здесь они учатся строить предложения, какие-то моменты заглавные, буквы, точки, пробелов между словами. Притом, то, что не такое простое предложение, да, жил-был-позволь, примерно. Ну, Андрюше уже 6 лет, и поэтому там простые предложения было бы просто неинтересно собирать. Ну, что ж, скоро состоится у вас школа родительства, родители. Расскажите об этом. Значит, у нас, кроме всего прочего, что мы создали систему образовательную, у нас строятся и уже очень большие наработки воспитательной системы, которые именно соотносят, как воспитывать мальчика, как воспитывать девочку, когда начинать воспитывать. На моих занятиях, я занимаюсь с детьми где-то до 3,5 лет, родители непосредственно находятся под чутким руководством, и уже здесь можно корректировать совершенно поведенческие реакции ребёнка, и родители с ребёнком учатся выстраивать взаимоотношения. Просто великолепно. Я сама каждый раз вот потрясаюсь, а родители просто благодарны. Ну что ж, у нас вот мы видим, что 26 апреля состоится День Любознайки. Расскажите об этом мероприятии, потому что остаётся не так много времени до эфира, нужно успеть рассказать. День Любознайки. Мы приглашаем всех родителей, которых заинтересовала возможность обучения их детей, для того, чтобы нашу программу рассмотреть более широко. И там есть телефоны, по которым можно позвонить и записаться. В течение, да, пожалуйста, мы видим, 26 апреля. На это мероприятие. И я думаю, что можно на нашем сайте, мы есть ВКонтакте, и можно увидеть там более подробную информацию, обратившись к нам, и мы готовы рассказать и помочь в этом. И родителям, и их детям. И родителям. Спасибо большое. Ну, я думаю, все контакты вы видели в течение передачи на своих экранах. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. И желаю вам, конечно же, замечательных, хороших выходных, ну и счастья вашим детям. Пока. Пока, Александр. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова